Скажите, пожалуйста, дерево еще живо или нет? Еще как. Вопрос был такой. Живо ли дерево? Это моя компания танцевальная физика. Театральная тачка. Это проект уже много лет. Сейчас он будет называться не театр-дерево, а дерево-лаборатория. Потому что это будет и музыка, и стихи, и книги, и визуальная искусство. Не только чистый театр. Я просто переделал эту историю в другую форму. Сейчас у меня будет в Питере выступление в Скороходе. Это будет спектакль. Потом концерт с Володей Волковым в Итальянской церкви. Потом концерт с группой Ави в клубе Н. Потом концерт с группой СТПН. Причем там много всего. Поэтому следите за Антоном Анатинским. Как меня сейчас колбасит по Питеру. Давно я здесь не был, поэтому еще много всего. Будет здорово. А вы же вообще вернулись? Или в Германию все-таки вообще вернулись? Вообще это такое слово... Чуть как чихуй за пище. Просто я живу и там, и там. Поблец. Работа больше здесь, там больше тишины и какого-то креативного вакуума. Детей перемешать, думать, что хочешь. Я там думал, что хочу. Я здесь это показываю. Дали бы в зал-то микрофончик один. Громче говорите. Дикция, подача. Прежде всего хочется поблагодарить за такой фильм. Это на самом деле было потрясающе. Мне кажется, мы вместе со всем залом испытали счастье от него. Очень доброе кино получилось, душевное. Сразу начала вспоминать своих попутчиков, их истории. Действительно поезд – такое место. И тема фильма нам каждому откликается в душе. Я в какой-то раз ездил план с картами. Я думаю, каждый. Прежде всего хотелось мне спросить, это выдуманные истории или есть… Нет, документальное кино, что ли? Нет, ну у нас какие-то истории все равно с добавками в кино. Ну, часть историй, они вдохновлены реальными историями из жизни. То есть вот интервью с Алексеем Серебряковым и Мариной Васильевой – это на основе моей истории. То есть я тоже вырос без отца, тоже увидел его фотографию. А он спрашивал, хочешь познакомиться, нет? Вот. «Goodbye, Америка» – история тоже реальная. Сказала девочка про своего друга. Он, правда, был у них скуп и с другой стороны. Сейчас не вспомню, какой он. Он тоже приехал в глубинку российскую и остался там жить. Вот. Остальные, ну, чем-то вдохновлены, но уже более выдуманные. А вот эти две основные реактивные события. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Просто хотелось бы пожелать именно Ивану Сазмину творческих успехов. Больших удачей. И, собственно говоря, ну, всего хорошего. Пошли все. Пошли все. Пошли все. Пошли все. Пошли все. Спасибо большое. Спасибо. А РЖД, участие РЖД было? То есть не было. Почему это? Не было. Может, расскажи, как мы это заговаривались? Это же такая реклама просто… Да, мы договаривались с трудом, с РЖД. На самом деле, нет, поддержка была только от бренда «Дивани», и РЖД не участвовали никак. Мы на коммерческой основе договаривались о съемках и поездах на вокзал… То есть мы не пытались даже договориться? Пытались. Пытались договориться, но, к сожалению, да, это не совсем интересно РЖД было. Вот. Поэтому мы полностью покупали вагон, и у нас был съемочный, ну, наш съемочный вагон. Его прикрепляли уже на маршрут, и, собственно, вся наша съемочная группа и жила, и снимала в этом вагоне. Реально, приезжаем на станцию, у нас 20 минут, и мы успеваем там это сделать. Вот. Вот так. У нас никто, как бы, не будет там ждать, пока закончится съемку. Удался минут остановку? Выскочили, чтобы очень точно сделали с одного дубля. Понятно? Дальше. Ну, потому что ребята были готовы, знали, как бы, все, что… Вот. Знали все до точки. Вот. Поезд встал, все. Пошли. А были репетиции? Были репетиции в статичной локации, а потом, когда вы поехали в путешествие? Да нет, нет, нет. Мы один раз встретились, познакомились и поехали. Там было полное понимание. У меня с Вадиком на Раштейне был просто… Увиделись, взяли эту укулеле, там, мою гитару и все, дальше как бы… Можно еще? Я хочу еще познакомиться. Здравствуйте. Я забыла. Добрый вечер. И по поводу музыки в Москва, Владивосток, это все вазики, да? Нет. Это, на самом деле, да… Огромное спасибо. Да. Хотим сказать большое спасибо группе «Зима всегда», которая из Питера. Ребята нам согласились дать музыку для фильма. Им тоже очень понравился фильм, понравилась история. И там микс, то есть, вживую поет Вадик, и голос солиста «Зима всегда» он похож чем-то на голос Вадика, поэтому разница практически не существенна, не видна. Вот. То есть, это два человека поют разных, но, в принципе, это достаточно хорошо миксуется. И группа из Питера «Зима всегда» очень классные наши друзья. Им большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, еще есть у вас еще. Вот, это… Фильм с Церебряковым, вот, я уже видела. А почему? А где вы его видели, да? А? Я не помню. Ну, я нет, я могу рассказать, где вы его видели. АПЛОДИСМЕНТЫ Это более дивный вариант, правильно? Да нет, в таком же. Да? Да, мы… Честно скажу, это… Альманах, он раньше по другим вообще названием был, на фестивалях участвовал. Мы снимали короткометражки, и в процессе съемок уже поняли, что это можно сложить в полнометражный фильм. И Альманах, это можно объединить единой историей, единым плацкартным вагоном. И, то есть, сначала мы короткометражки выкладывали в интернет, потом… Это, короче, вот то, что сейчас посмотрели, это практически весь наш путь в кино. От начала и до вот сегодняшнего дня, потому что мы снимали это несколько лет, ну, то есть два года, по-моему. Вау! Снимали и постепенно… Уже? Альманах, это вообще первый фильм, который наша команда сняла вместе. Ну, то есть, мы до этого не снимали кино. И вот эти пять фильмов, это первые наши пять фильмов, которые мы одной и той же командой снимаем. А вот сейчас мы уже будем, как раз таки, в Петербурге снимать первый полный метр уже при поддержке Министерства культуры. Ну, то есть… Как-то так. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А ведь у него в интернете, скорее всего. То есть он какой-то… Нет, нет, на фестивале. На фестивале, значит. А он на кинотавре участвовал? Нет, не на кинотавре. Здесь вот, на коротком метре, в Санкт-Петербурге участвовал? Можно. Я, честно, не знаю. Он много… Он интервью самый успешный в фестивальном плане. Он у нас в кинотавре выиграл приз и выиграл «Золотого орла» за лучшую короткометражку года. И он участвовал еще на других фестивалях, но я точно не могу сказать, где. Ну, наверное, да. Надо интересоваться, где тут его. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот молодой человек на последнем ряду. А почему в лимонах не пошла работа, где вы снимали отца в больнице? Очень крутой. Да, да, да. Это не Ваня снимал. Другой режиссер. Да, это другой режиссер. То есть, это первые наши пять фильмов. И, собственно, они вошли в «Альманах». И дальше было еще четыре. Еще, наверное, четыре фильма. Нет, ну, пять, конечно. Пять уже, да. Пять фильмов. Они сейчас есть в интернете, доступны. Можно зайти посмотреть на YouTube на диване. И вот там лежат эти пять фильмов. То есть, вот эти пять, они были первыми. Мы их связали вот этой историей. И, собственно, поэтому они объединены в полный метр. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я не могу нечего сказать, к сожалению. Судя по грудкам. Судя по грудкам. Судя по грудкам. Цель информации. Вот. А по поводу продолжительности съемок. Обычно полный цикл от создания идей до… Ну, наверное, в задании… Ну, в целом, это около двух месяцев. То есть съемка… Одна короткометражка. Одна короткометражка, да. И съемка – это ориентировочно два-три дня. И постпродакшн – это где-то месяц. Ну, еще остальное время – это нужно на то, чтобы мы доработали сценарии, провели кастинг. Ориентировочно – это примерно полтора-два месяца. Девушка, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотела бы узнать, как пришла идея названия и какие варианты еще были? Идея названия пришла не нам, не мне. Он изначально назывался по-другому. То есть проект был… Он, короче, на фестивалях участвовал под названием «Иваны, помнющее родство». Это изначально там наша команда придумала. Он участвовал в фестивалях, но потом продюсерским решением было сменить название и уже в прокат выйти с названием «Иванова счастье». Не могу сказать, почему, какие были еще варианты, потому что после разговора о прокате, фильмом уже занимались продюсеры, которые отправляли его в кинотеатры и уже решали название сами. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, о новом проекте. Как вы сейчас полный метод будете? Что за идея? Да, вот сейчас мы готовимся к съемкам фильма «Далекие близкие». Это полнометражный фильм. По сути, это будет дебютный наш полнометражный фильм. Это «Серноль Монах», собранный из короткометражек. Там будет единая история, один большой фильм по настроению, вообще по энергии он похож чем-то на эти короткометражки. Он тоже про путешествия, про путешествия отца и сына по России. Больше рассказать не могу. Могу сказать, что мы снимаем его в Ленинградской области, на Байкале и в Хабаровске. Ну и, возможно, в других регионах России. То есть мы охватим огромное количество различных субъектов нашей страны. И, надеюсь, получится хороший фильм. Съемки планируются летом этим. Скажите, а Ивана написали? На самом деле у нас много очень в команде Иванов. И мы изначально, когда начали снимать, у нас даже была идея, чтобы только Иваны работали над фильмом. То есть у нас с вами оператор, Ваня режиссер, еще были Ваня в команде. И Яна тоже. Мы прочитали, что с польского «Яна – это Иван», и типа ей тоже можно. Но потом уже расширили аудиторию нашей фирмы. И уже были только Иваны. Девушка. Вопрос, Антон, лично к вам. Лично, пошли. Чаще на поездах передвигаетесь или на самолетах? И на самом деле вы Москва, Владивосток когда-нибудь полностью проезжали? Нет. Мы здесь отъехали, по-моему, до солнечного, и вернулись в пар голову. Ну, так, чтобы далеко не ездили, главное снять. Я правильно? Я пошутил. Ну, конечно, какие сейчас поезда. Я же не Дэвид Бои. Он боялся летать. Летаю постоянно. Я уже просто, вот я сейчас прилетел. А это уже очень вред для человека. Находишься там, где там быть тебя не должно. Поэтому у тебя крыша перед ногами и дыхание – это неправильный момент летания. Ходить надо, пока ноги ходят. Ну, пока дойдешь до Берлина, это… А почему надо бы спрашивать? Ни разу не встречали вас просто в крови? Есть. Вообще есть. Но я ни разу вас не видел нигде. Это просто по-мужски, да, были? Здравствуйте. Спасибо большое за фильм, за такую возможность. Хотелось бы спросить два вопроса. Первый вопрос к оператору. Принципиально ли был момент снимать фильм с рук? А второй момент – это по сценарию. То есть сложно ли было вместить в трехактную структуру вот именно такие сжатые новости? Здравствуйте. Но с рук… Да, это наша выбранная стилистика, такая документального плана. Это, в общем, осознанное решение. Это взято для чего-то или для живости? Ну да, нам так показалось, что будет как-то правдоподобнее и ближе. Просто очень много там близких. Вау, круто. В смысле, это, наоборот, прибавляет живости. Мне это понравилось. Я это очень заметил. Спасибо. Поэтому специально, что просто, когда камера двигается, и она не совсем академично как-то выставлена, она может подходить, может быть, расфокус, и слезы очень… Ну, то есть ты же глазом тоже видишь, можешь в расфокусе, можешь подойти близко, далеко. И хочется представить, что ты находишься с этими героями рядом, сидишь рядом на сиденье в плацкартном вагоне, разговариваешь, и чем ближе, естественнее ты находишься, тем реалистично тут все выглядит. Поэтому вот мы так снимали. И про сценарий… Ну да, на самом деле, когда написал сценарий, потом приходилось очень сильно его сжимать, чтобы уместить в короткометражку, потому что задача была у нас снять именно короткометражные фильмы изначально. и приходилось что-то резать. И, например, тот же фильм «Интервью», изначально он был 20 с чем-то минут, потом мы его съездили до 17, чтобы была возможность его и заявить на фестиваль, и была возможность его посмотреть в большом количестве зрителей, потому что зрители часто не могут выследить долгий промежуток времени. Нет, серьезно, мы с продюсерами спорили и просили уменьшать, уменьшать. Сложно было уменьшать, но… И вот я сейчас смотрю, мне кажется, что есть моменты, которые я бы переписал, что-то растянул, что-то увеличил, но вот, к сожалению, написал, как написал. Следующие фильмы будут немножко развернуты. Сейчас я сам Байкану расскажу про сценарий. Сегодня читаю очередной сценарий, когда он посылает по моей интернальной внешности. Вот там врач-убийца, там чекисты, у меня уже просто многотонник этого лежит, реально. Кровищественный вдруг приходит к Ивану Счастья. Думаю, так, наверное, Иван Борн, он счастлив, потому что он все там спер. Начинаю читать, писатель не появилось, девочек нет, турков нет, полиции нет, вызов нет, бомбер… Это что за кино такое? Не думая сразу подвергнуть, шапочку там схватила, там нашел, что-то надела, там нашел дома, тут же бутык под видеопробой, очень захотела там сниматься просто. Очень добрый фильм. Поверьте, что сейчас, ну правда, мы получаем много всей этой руды, и понимаю, что сейчас как бы с идеей добрым, еще плохо. Правда, плохо там, ну, что вы говорите, посмотрите кино. И я думаю, вот такая вещь простая про людей, как вы, как и я. У нас есть скелеты в шкалу, там, школьные фотографии, выезды, видите, там, есть секрет, есть своя память, есть какие-то вещи, которые мы никому не расскажем. Такие фильмы помогают, поверьте, вам и мне, что наши простые истории, кажутся простые, да? Они дороже любых ангельсов, там, вот Город Пой, еще кого-то, Азика Азимова там, или Сбюдерка. Потому что это наша жизнь, она идет как бы от нас, и она озвучена нашим сердцем, она непридуманная. Вот в чем целость таких вещей. Я считаю, что это очень крутая история, но очень долго войдет, и Трелос Вячеслава выйдет по России. И то, как мы сейчас сидели спокойно отсмотрели, вот в таком медленном ритме, и без всякого треша, без этих там... Тихах-тихах-тихах... – без этого всего, такое там вспыши, там, это круто, потому что мы, оказывается, можем смотреть медленные вещи как баллады, где-то, даже мы на это строим, это наше. Это здорово! Спасибо и вам! Добрый вечер! А расскажите, пожалуйста, у вас такой звездный состав, пришлось ли кому-то из актеров уговаривать, синяться? По деньгам, да. Чья реакция очень вас удивит? На самом деле, мы очень благодарны всем актерам, которые были у нас в фильме, потому что мы, я не скажу, что мы кого-то уговаривали, мы отправляли сценарий, в первую очередь соглашались, потому что нравились истории. Ну вот, было очень интересно, вы слышите обратный свет, на самом деле. Да я не думал особо, взял гитару, что-то сел, спел, ты уже послал через пять номеров. Вот первую реакцию мы увидели, а у кого еще была такая? Нас очень удивил Алексей Серебряков, мы, честно говоря, не думали, что он согласится, и у нас не было контакта, мы не звонили, я просто отправила на почту сценарий, была его почта, и все. И на тот момент еще не было поддержки в диване этого фильма, у нас был только сценарий. Мы отправили сценарий, сказали, что вот есть такая идея, как вы вообще, что вы думаете про это? И все. И, в общем, как-то вечером в 11 часов ночи, в выходной, по-моему, мне звонят с незнакомого номера, я отвечаю, и, собственно, мне говорят, Алла, добрый день, это Сергей, я думаю, какой Сергей? Здравствуйте, я вас не знаю, он говорит, Алексей Серебряков. И тут я понимаю, собственно, что мне звонит сам Алексей, и он говорит, что, собственно, да, я прочитала все, я согласен. Ни вопрос финансов, ни вопрос занятости, ну, то есть он просто сказал, я буду там такого-то числа в Москве, смогу сниматься в такой-то день. И все. И вот примерно так, вот такая была обратная связь, например. Спасибо. Иван, скажите, вот в наших социальных сетях, наш канал получает вопрос, вот по поводу песен, какова их дальнейшая жизнь? Будут ли они где-то звучать в концертах группы? И есть ли уже, где их можно послушать, в каких социальных сетях они выставлены, или пока нет? Вот вы про песни, которые последние игры. Да, да, да. Они есть в социальных сетях, группа называется «Зима всегда». «Зима всегда», и очень классные ребята, у них есть и другие песни, и эти песни тоже входят в их альбомы, и можно их послушать, ну, в принципе, везде, там, ВКонтакте, на Яндекс.Музыке. Ну, они будут где-то использовать в своих концертах, это как-то, да, 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 они играют в своих концертах эти песни, и многие их ассоциируют из фильма, и они выкладывают фильм в свои соцсети, то есть у них есть тоже социальные сети, можете зайти посмотреть, то есть они, эти песни, часть группы, и часть нашего фильма, и это все «Вененое», и они выступают с ними, да. Ну да, у нас, это на самом деле круто, что бренды в России начали вкладывать свои средства не только в рекламу стандартную, но и во что-то более интересное, в музыкальные клипы или в фильмы, например. То есть это пример классной интеграции бренда, когда бренд думает не только о продажах, но и о чем-то большом, то есть создать что-то интересное, классное и показать это людям. Вот, и мы... А молодым кинематографистам, естественно, очень сложно без финансов куда-то пробиться, снять фильм на хорошую технику с хорошими актерами в любой точке России, поэтому у нас получилась вот такая коллаборация, мы вместе работали несколько лет, и... То есть мы, благодаря Дяди Ване, смогли снять эти фильмы, и Дядя Ваня тоже, благодаря нам, смог сделать этот большой проект и сейчас запускает его в прокат, поэтому... Вот, хорошо. На самом деле, то есть многих смущает это, и многие смотрят и такие, ну вот реклама опять, но это не совсем реклама, то есть это... Без этого фильмов бы, наверное, не было, если бы они были, они были бы другими, вот, поэтому мы благодарны бренду Дяди Ване за то, что эти фильмы есть. Спасибо. Здравствуйте, Дядя Ваня, девочка, группа. Спасибо вам огромное за этот потрясающий фильм. Могли бы, пожалуйста, рассказать, как часто каждый из вас ездит в такие поездки на поезде, и каковы ваши действия были? Ну вот мы недавно совсем ехали из Питера, то есть мы в Питере сейчас достаточно много времени проводим, потому что ищем здесь локации для съемок, и мы с Яной ехали... Сколько месяц назад, да? Месяц назад ехали в Санкт-Петербург, Екатеринбург, это день и 11 часов, ехали в Плацкарте, и очень прикольно. Я, честно говоря, сначала ругалась, что Ваня взял Плацкарте. Вот. Но потом, да, потом все было хорошо, потому что... Да классно, сейчас классные современные поезда, очень чисто, красиво. Ты видишь не облака одинаковые, видишь Россию, видишь, как меняется ландшафт, меняются там деревья, там деревни, города и так далее. Это прикольно. То есть раньше все-таки поездки были продолжительнее, раньше ездили с мамой на море, ездили в Сочи, часто из Екатеринбурга это трое суток. Вот, наверное, самое продолжительное, это трое суток я ездил, то есть до Владилостока я не ездил. Ну что, расскажите, что вы... Да, тоже, в общем, по работе. Вот в Питер, из Москвы. А у меня болезнь называется Сапсан. Я вот только не пользуюсь последние 3-4 года. И правда, последний раз, сейчас вспомню, я ездил куда-то в Рыбинск, может быть. Я ездил куда-то в Рыбинске, мне показалось... У меня было маленький, было много времени, вся жизнь впереди. Надеюсь, и здесь сейчас немножко время стало меньше, поэтому приходится скакать по облакам. Что делается? Конечно, здорово становиться, вот так вот, может, посмотреть. А, задумался. Можно? То есть, в какой школе этого дела? Не нравится, как власти? Выбирайте. Вопрос, вы просто очень тихо говорите. Вопрос прошел. Да, я буду преподавать сейчас на Байкале, на острове Ольхон, потом в вашем родном городе Ебурге. А в Санкт-Петербурге? Тоже, это будет 15-16-го, в Санкт-Петербурге, в Суде СКОБОВ. Девушка, можно вопрос по поводу песен в фильме? Там я слышала и Мометро, и Бутусов. А вот тоже, как вы с ними договаривались, и они как-то сценарий сочетали, или просто отдали свои песни вам? Ну да, мы отправляли, читали сценарий, и, собственно, вот треки нам согласовывали не все. То есть были те, кто нам отказал, были те, кто согласился сразу. Ну вот, по тому, как выбирали, я думаю, лучше Ваню спросить. Ну мы как-то изначально, да, еще вот с первой новеллы решили, что это будет русский рок, такой ностальгический, который отсылает нас куда-то вот немножко назад, на 10 лет, на 15, чтобы люди прониклись вот этой атмосферой, ностальгии, чтобы он зацепил за живое каждого человека, потому что вот этот рок, который мы слышим, мне кажется, что его слышали мы все когда-то давно, поэтому он что-то там будоражит у нас в голове. Вот, и к каждой картинкашке мы отдельно подходили, то есть в некоторых мы заранее, таких как, например, «Goodbye America», заранее понимали, что это будет песня «Goodbye America», потому что она исполняет, а в некоторых все-таки уже после монтажа отправляли фильм различным группам и решали, какой трек будет. Выбирали там шорт-лист из, например, трех треков, и из них уже выбирали. То есть, в принципе, в фильме, там, интервью могла быть и другая музыка, но вот нам повезло, чтобы едва дали свое согласие, и мой рок-н-ролл у нас звучит. Спасибо. Спасибо. Добрый день. Про поезда я все понимаю, только что сама недавно с поезда, это было путешествие на поезде, это прекрасно, могу всем посоветовать. Но я немножко о другом. Бренд «Дядя Ваня», «Иваново счастье». Если бренд назывался «Дядя Вася» или «Дядя Коля», изменилось ли название «Б» и изменились ли имена ваших главных героев? Бренд «До счастье» назывался. Бренд «До счастье» тоже. Ну да, изменилось ли имена. То есть, истории бы остались, а названия имена изменились бы. Простите, ребята, мне уже бежать надо, поэтому я там... Еще минутку. Успеете, Кость? Хорошо. Спасибо большое за душевные, трогательные истории. Действительно, скорее всего, они более приемлемы, скорее всего, не в мегаполисах, да, Питер, Москва. Почему? Потому как, наверное, периферия в этом живет. Они там, в этих историях, они там каждый день сталкиваются. Здесь мы, то есть в наших соцсетях, в наших там ритме чуть-чуть оторваны. И спасибо большое, вы нас чуть-чуть приземлили, душевные и так далее. Спасибо большое за минимум телефонов, компьютеров, там, лошадников в кадрах. Очень, то есть, понятно. И пожелание такое, то есть, Антона кормить не только дяди Ивани, а там, может, и ратором, и так далее. Да, конечно, спасибо большое. Спасибо огромное всем. Спасибо за вопрос, что все еще посмотрели. И скоро фильм выйдет в кинотеатрах, поэтому будем рады всего посмотреть на видео. Спасибо. Спасибо.